Ну, есть традиционная формула осеннее-весеннее наступление левых сил за право трудящихся. Это происходит во всем мире. Праздники используются любыми политическими партиями для вербовки сторонников. Когда же их вербовать? В остальное время люди работают. Так что то, что 1 и 9 мая между праздниками партии работали активно, особенно касается левых сил, это естественно. И логично, как раз коммунистическая партия обновляет, с одной стороны обновляет, с другой, прежде всего, стабилизирует свой электорат именно в майские и ноябрьские праздники. Эта сложившаяся за долгие годы практика, я думаю, она будет распространена и в будущем.